Дело о подзаборных войнах дошло до суда. В Володарском районе сосед ополчился на соседа из-за неправильного поставленного, по его мнению, забора. Суд законность забора подтвердил, но сосед все равно не согласен. И в ход пошло оружие, вилы, бензопилы, помои и даже некий белый порошок, очень похожий на траву. Я тебе сейчас забор попилю, сука! Не будет вообще ни*** еще! Че ты снимаешь-то? А? Че ты снимаешь-то, мразь? Гнида, поганая! А че, решение уже есть какое-то? А какое должно быть решение? Ну пошел в ***, мразь! Какое решение-то? Я тебе покажу, суцар! Суцар! Ну, смотри, смотри, он выскочил в очередной раз в словесном конфликте, выскочил на меня с пистолетом, а потом угрожал расправой вилами. Вот, в правой руке пистолет, в левую кобура. Вон он, вот, выбегает с пистолетом, и сейчас выйдет уже с вилами. Вот опять замахивает с ними меня. Вот опять взмахнулся. С апреля месяца этого года мы стали замечать, что у нас на нашей территории появились какие-то подозрительные лужи с водой серо-мыльного цвета. А теперь, чтобы вот вчера прошу вот сюда, внимание, обратите. Вот раз, два. И вот сейчас переживаю за свою почву, и что мне с этой почвы делать? Какой мотивацией, что они преследуют, и что за вещество кидать на моей территории, мне так непонятно. Что-то на огород им засыпаете, постоянно хамите, угрожаете. В чем проблема вашего и вашего супруга? Снимают репортеры меня. Преследуют. Буду писать заявление в полицию. Хорошо. Пожалуйста. Руками трогают. Кто вас руками трогает? Упаси Божию. Двое напали на одну девушку. Говорят, у вас не получается. Что за порошок вы постоянно сыпете на территорию? Помои какие-то вылезли. Не надо нас руками трогать. Сосед, подвергающийся постоянным нападкам, неоднократно обращался в полицию и даже прокуратуру. Но нападавших это не остужало. И дело по некоторым эпизодам дошло до суда. Даже несмотря на приближающееся вынесение приговора, нападающие активности не снижали. Агрессия как шла, так и есть. Из дома невозможно выйти. Угрозы физической расправы, убийства, а также безобразие, которые идут до сих пор у нас на границе и у нас на территории перед домом. Они как с мая 2020 года и были, так и идут до сих пор. Калашматине по забору, например, целыми по полчаса могут барабанить. Просто вот барабанить. Угрожали вообще не угрожали. Ну, у вашего супруга сейчас судят за угрозу убийства. За лжедонос его судят. В чем причина конфликта у вас с соседом? Пусть он объяснит, вон он стоит. Я уже неоднократно обращался и в полицию, и в прокуратуру, прикладывая в видеозапись, что вот он говорит, что я тебя не убью, а пристрелю. Где он именно орет, я тебя пристрелю. А что я ему не угрожал? Это все недоказуемо. Уголовное дело, все дело сфабриковано от начала до конца, начиная с дознавателя, начиная даже с написания заявления. Вы замахивались вилами на... А там не показано даже, что это я. А кто может быть на вашем участке, если не вы? А кто у него? У него не знаю проходного. Видео от 28-го числа, а у нас событие 27-го. Слов угроз Горбачев не произносил. Это была ругань, перебранка, но не угроза слова. Скажите, а почему пистолетом-то угрожали? Каким пистолетом? Пистолета нет, у прокурора уже отказался от пистолета, потому что пистолета не было. Оружие не было признано недопустимым доказательством в связи с тем, что на просмотренной видеозаписи данный предмет не был идентифицирован как предмет, похожий на пистолет. Я его прямо увидел, что четырехствольный, я, конечно, не специалист в оружии, но имею понятие, что четырехствольный такой, я знаю, что это травматический пистолет. Представьте нам совершение преступления под усмотром части 1 статьи 119 уголовного кодекса Российской Федерации. Назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ места определяемых органами местного самоправления по согласованию с уголовно-справительной инспекцией. Ну, пусть будет так, раз так и суд решил, такое наказание. Пусть, значит, будет так. Олег Николаевич, как оцениваете решение суда? Без комментариев. Почему? Ну, не последний, не солнце. Не последний. Будете обжаловать, да? Конечно. Ну, это же не последний суд. Ну, вы согласны с решением, которое... Нет. Кстати, ни о каком примирении сторон речи не идет. И, как считают потерпевшие, даже после решения суда нападки на него не прекратятся.